Название данного ролика не кликбейн. Энергетики действительно выпиливают школьников. Ибо в последнее время всё чаще и чаще появляются новости. Что школьник напился энергетика, и тут ему резко стало плохо. Скорая помощь, реанимация, и его уже не спасли. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом феномене. В чём его причина? Почему таких случаев всё больше и больше? Если, например, ты любишь выпить энергетики, то, возможно, информация в этом ролике однажды спасёт тебе жизнь. Так что настоятельно рекомендую смотреть до конца. Для ясности сразу проговорим. Мы здесь за здоровый образ жизни. Против всего плохого и за всё хорошее. И вся информация и кейсы, о которых я сегодня расскажу, представлена исключительно в ознакомительных целях. Чтобы в следующий раз, когда ты придёшь в магазин, и начнёшь думать, какой же энергоз мне взять сегодня. Чтобы у тебя не возникало соблазна. А учитывая, что Ютуб крайне не любит такие темы, сегодня говорить и показывать всё буду максимально осторожно. И завуалированно. Ну а для тех, кто хочет материалы без цензуры, всегда есть мой телеграм-канал. Последнее время в новостях стало появляться всё больше и больше случаев. Когда какой-то рандомный школьник закинулся энергетиками, и тут ему неожиданно стало плохо. Вызвали скорую, но всё было уже слишком поздно. Так, в Петербурге школьник ухал после выпитого энергетика. В Петербурге несовершеннолетний выпил энергетик и впал в состояние клинической с... Сообщается, что 16-летние подростки решили отметить получение аттестата. И несмотря на проблемы с сердцем, юноша выпил энергетический напиток. После чего упал и ударился виском о бордюр. В тяжёлом состоянии его увезли в больницу на скорой. Где позже он... Так и не приходя в сознание. Так была ещё одна новость. Что в Крыму школьник выпил энергетик и умер. В Нижнегорском районе Крыма скончался 14-летний подросток, который пил энергетический напиток. 19 августа его доставили в больницу без сознания. А до этого мать обнаружила его бьющимся в конвульсе, в своей комнате. В реанимации состояние юноша стабилизировали. И его перевели в обычную палату. При этом он продолжал жаловаться на слабость и головную боль. У подростка взяли анализы, которые показали изменения в поджелудочной железе и печени. А также были повышены гормоны щитовидной железы. Медики порекомендовали коллегам продолжить назначенное лечение. Но 28 августа ему стало хуже. Стало шатать при ходьбе, и он упал в обморок. На следующий день с помощью самолёта его должны были доставить в другую больницу. Но, к сожалению, у него остановилось сердце. Медэкспертиза установила, что причиной смерти стала энцефалопатия. Позже обнаружили, что в комнате у школьника было множество бутылок от энергетика. Одну из которых он выпил как раз перед госпитализацией. Другой случай. В мае девушку из Подмосковья госпитализировали в отделении реанимации и интенсивной терапии. После того, как она вечером выпила 2,5 литра энергетика на голодный желудок. Врачи зафиксировали у неё тахикардию и почечную недостаточность. Также медики отметили, что употребление энергетика могло закончиться для неё отёком лёгких и остановкой сердца. Но, к счастью, её удалось спасти. И после того, как эти случаи участились, появилось предложение от депутатов Госдумы запретить энергетики по всей России. С 1 сентября 2024 года в стране хотят запретить продажу тонизирующих и в том числе энергетических напитков. Это несовершеннолетние. Но общество недавно ввели в Госдуму. И запреты не касаются тонизирующих напитков, как чай, кофе и так далее. Речь идёт именно об энергетиках. И, как по мне, инициатива довольно странная. Потому что, вспоминая себя в школьные годы, когда я лет в 14, в 15, да даже в 16 пытался купить энергоз, у меня всегда спрашивали паспорт на кассе. Хоть это было и разрешено, но бдительные сотрудники всё равно проверяли твой возраст. И сейчас я понимаю, что, наверное, это было правильно. Но денежек тогда было немного, и купить себе энергоз или какую-нибудь вкусность было настоящим праздником. Это уже спустя время. Отсмотр всякой жести в интернете, чтобы подготовить ролик, стало моей профессией. Но если бы я тогда знал, что просматривая ролики и каналы на ютубе, я мог бы зарабатывать, возможно, уже я попал бы в новость о передозировке энергоза. С помощью проекта Grom of Work, в котором, занимаясь поиском ютуб-каналов, ты всего за 10 минут в день обеспечишь себе хороший заработок. Всё, что от тебя требуется, это прочитать гайд, в котором написаны подробные инструкции, добавить Михаила Громова в друзья во Вконтакте и подписаться на его телеграм-канал. Если объяснять суть, ты читаешь гайд, ищешь определенные каналы на ютубе, кидаешь их на проверку, и если всё хорошо, менеджер кидает тебе твои денежки. Так что для любителей посидеть на ютубе появился отличный способ подзаработать. Ну а если же ты думаешь о том, чтобы приобрести канал на ютубе, то тебе поможет проект Grom of Company. Там есть огромное количество каналов, которые сейчас продаются. Ссылки на проекты Миши Громова будут в описании. Переходи. Раньше я, конечно же, бесился на все эти запреты. И не осознавал того вреда, который я себе наношу. Но тут надо признать, что иногда запреты могут идти только на пользу. Если ввести такой закон, то мне кажется, подобных трагичных случаев станет меньше. Ибо многие употребляют всякую дрянь, даже не зная, как она влияет на их организм. Как это происходит с вейпами, вред от которых до сих пор изучен не до конца. Но люди по-прежнему их употребляют. Сладенько, вкусненько, это самое главное. А то, что это может вызвать хроническую болезнь легких, неизлечимую на данный момент, это никого не волнует. Так же и с энергосами. Люди недостаточно осведомлены. У них нехватка информации. От этого и все проблемы. И сейчас мы попытаемся разобраться. Почему же энергетики смертельно опасны? И почему, если ты или кто-то из твоего окружения их употребляет, нужно немедленно прекратить? Когда условный энергетик пьет школьник, какой он ждет эффект? Повышение работоспособности. Стимуляция внутренних резервов организма. То есть эффект, как после чашечки кофе, только гораздо сильнее. Ты ленивый валялся на диване, и вот ты готов покорять мир. Не было вдохновения, и вот оно появилось. Многие же употребляют просто из-за приятного вкуса. Но не учитывают один момент, что все стимуляторы работают по очень простой схеме. Взять из организма энергии много и сразу, что приведет тебя к неизбежному истощению нервной системы. То есть тот самый заряд бодрости энергии не находится в баночке, из которой ты пьешь, а лишь задействует твои внутренние неиспользованные запасы. Что, кстати, может привести даже к нарушению обмена веществ. А список отрицательных действий и ужасных последствий от употребления многие даже не учитывают. Одна порция энергетика содержит вдвое большую дозу кофеина, чем в одной чашке кофе. А регулярное употребление может нанести вред сердечно-сосудистой и нервной системе. Проводились даже исследования, в ходе которых американская академия педиатрии пришла к выводу, что не рекомендуют употреблять энергетики людям, не достигшим 18 лет. Так как это может повлиять на развитие организма. И чем больше ты пьешь энергетики, тем сильнее у тебя повышается толерантность. И тем больше тебе надо пить, чтобы ощутить нужный эффект. Чем это не похоже на зависимость. А учитывая, что все энергетики ужасно влияют на твою сердечно-сосудистую систему, есть реальные риски пострадать. Я уже молчу о людях, у которых врожденные проблемы сердца. Им такое вообще противопоказано. И даже сами производители указывают, что энергетики противопоказаны при гипертонии, глоукоме, артериальной гипертензии, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности кофеина. Как говорится, если забиваешь на эти рекомендации, то вся ответственность уже на тебе. И это не значит, что если ты никогда не пробовал энергоз, купишь сейчас баночку и выпьешь, в тот же момент уху нет. Но, скажем так, повышается вероятность, что подобное может произойти, даже в раннем возрасте. Ибо ресурсы у нашего организма не бесконечны. А если мы наложим сюда регулярное употребление, физический и психологический стресс, врожденное или приобретенное в ходе употребления, проблемы с сердцем, сосудами, вот тебе и объяснение, почему это происходит. Что насчет меня? Сам я какое-то время употреблял энергетики. Но заметил один интересный эффект. Спустя какое-то время после того, как я его выпиваю, независимо от того, поел я, или делал это на голодный желудок, у меня появляется сильная изжога. Из-за обилия сахара в энергетиках стали хуже зубы. Но, к счастью, это никак не сказалось на сердечно-сосудистой системе. Возможно, потому что я вовремя остановился. Но бывают и такие случаи. Москвич у*** после того, как выпил 15 банок энергетиков. Пишут, что ему стало плохо, у него повысилась температура, состояние ухудшилось стремительно, скорую вызвать не успели. По итогу мужчина скончался. И дело, скорее всего, в п***овке кофеином. Ибо кофеиновая интоксикация может привести к учащенному сердцебиению, тахикардии, высокому кровяному давлению, тошноте и рвоте. И в итоге привести к... Мне кажется, информации, чтобы как минимум задуматься, я дал вам предостаточно. Дело уже за вами. Не забывай о проекте Миши Громова, где ты сможешь подзаработать на поиске ютуб-каналов. Также делись своими впечатлениями о ролике в комментариях, подписывайся и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok